итак мы продолжаем осталось совсем немного и самое интересное это ваши вопросы которые вы задавали но я пока смотрю вопросы в чате давайте быстренько отвечу так привыкайте к сиденья перед монитором впереди обучение где нужно будет делать монитор гораздо больше чем три часа но там до час на обучение может быть два иногда но в основном где-то час и какое-то время конечно же нужно будет посвящать причем я думаю с много времени нужно будет посвящать отработке навыков будет очень вам полезно но здесь ничего не поделаешь смотрите у нас быстрые результаты то есть быстро за месяц но конечно же это потребует каких-то жертв да либо можете растянуть то же самое обучение на полгода или на год но это тоже нормально смотрите какой у вас темп мне нравится работать быстро и закрывать за месяц какую-то одну тему поэтому ну вот поэтому так и делаем так после семинара файл скидала высечь 67 не проблем при этом записать записывать ну здорово видите как кто-то уже натренирован молодцы бонусы не достаются а вот про бонусы кто приобрел курс заранее получили доступ бонуса планировавшим быстрым дизайн да если ваша стоимость оплаты является 37 тысяч рублей то есть полностью номинал то естественно да если вы покупали по акции по скидке еще по какой-то стоимости но тогда вы можете либо доплатить до полной стоимости ну потому что я считаю это справедливым но неправильно получать там за 18 или там за сколько-то все вместе это просто несправедливо и не привыкайте к халяве привыкайте что за все надо платить тем более здесь есть действительно за что вы сами понимаете поэтому два варианта у вас либо по идти как вы идете либо доплатить до номинала это совершенно до полной стоимость значит да и у кого полный тот все получает полностью в комплекте без каких-то проблем камера микро 34 без зеркал подойдет в качестве замены зеркалки но не знаю не разбираюсь не знаешь такой микро 34 без зеркала в качестве замены не знаю сергей я вот я не очень силен сказал фототехники но вот я рекомендую как бюджетный такой вариант нормальный причем вы можете взять в аренду удавайте если по камере вы можете взять в аренду и и поковырять ее день-два я скажу как это сделать в отдельном блоке возьмите у друга у какой-нибудь на денек я думаю у вас есть у всех человек какой-то друг кого есть это все дело я вот свою максиму отдаю он ездит фотографирует у меня две камеры марк 2 марк 3 завтра максим поедет марк 2 куда-то что-то фоткать найдете кого-нибудь по поводу доступа на форум будет ли ссылка или в понедельник на вебинар дадите информацию так но тем кто вписался мы все пришлем по почте то есть тем кто вписался в обучение и в понедельник идет мы не потеряемся не волнуйтесь у нас нормально все продумано здесь итак я иду сейчас к вам в комментарии а кто сейчас вот здесь есть и кто задавал вопрос если у нас такие плюсик поставьте есть да все сейчас тогда до вас дойдем смотрите я попрошу вас если кто-то здесь есть я буду комментировать ваши вопросы возможные до либо ситуации если у вас будет что-то дополнительно спросить чтобы я понимал что именно я с вами общаюсь вы пишите вопросы я буду после каждого человека смотреть если вопросы если это вы то я постараюсь вам именно лично вам ответить поэтому постарайтесь быстренько напечатать если у вас какие-то будут дополнения хорошо я думаю можно начинать итак притчи хэд до валерия я сразу к вопросам буду идти к катастрофически не хватает времени умения делать быстро давайте я вам дам ссылку где мы сейчас это все читаем пройдите пожалуйста в комментариях здесь есть катастрофически не хватает умения делать быстро погружаясь мелочи бесконечные улучшения а остановиться трудно нет четкой системы последовательности работы так не хватает времени делать быстро вот это хороший вопрос про то что делать быстро времени не хватает во первых нужно понимать что времени у вас никогда не будет достаточно я много раз говорил могу повторить и повторять снова времени всегда нет то есть время всегда 24 часа в сутках его больше не будет никогда единственный вариант делать больше работать делать больше работы это начать и и делегировать второе что нужно вам сделать посмотреть нет ли у вас каких-то вещей которые вы делаете не оптимально ну вот например это с мы сможем сделать в процессе нашего вот это вот бонуса который подготовил только что рассказывал и на самом тренинге визуализации я отрезал там все самое лишнее чтобы вы не занимались теми вещами которые вам в принципе не нужны то есть отрезаем не нужное понимаем что вам не нужно отрезаем его и второе если это вы уже сделали начинаем потихонечку делегировать некоторые вещи погружаясь мелочи бесконечные улучшения остановиться трудно но вот это происходит именно из-за того что вам нужно понимание по бизнесу и по целям и задачам как только вы это в себе в грузите и поймете для чего но в голову для чего вы это делаете как а некоторые вещи будут не важны то есть в у вас уже перестроится мышление таким образом что вы на автомате это не будете делать ну и так же вот из иска исходя из этого вопроса нет четкой системы последовательности работы то есть собственно здесь и кроется ответы на эти вопросы дальше проблема для меня стало отсутствие грамотного преподавателя когда я пришла заниматься визуализацию вплотную учат все а толку чуть а вот еще кстати да очень важный момент когда выбираете как вы будете и где будете обучаться неважно там с нами не с нами смотрите на несколько вещей первое смотрите на тренера кто ведет что он сделал какие его работы работает он или он только знает как какие кнопки нажимать и либо он реальный практик вот предпочитайте практиков 2 смотрите на работы что действительно тренер сделал нравится вам это или нет и третье смотрите на работы учеников Потому что одно дело делать самому, другое дело научить другими, чужими руками, что в разы сложнее. Многие сами знают из вас по своему опыту, когда вы пытаетесь переложить какую-то часть своей работы на кого-то, они делают все не так. Оттого и поговорка даже, если хочешь сделать что-то хорошо, делай сам, знаете такую. Вот научить кого-то делать так же, как вы, или даже лучше вас, это архи-сложная задача. Это гораздо сложнее, чем сделать все, сесть и сделать самому. Поэтому здесь будьте осторожны. Так, дальше. Проблема 3. Низкая востребованность архи-сложной визуализации среди дизайнеров. Почему же низкая? Как раз-таки огромная востребованность среди дизайнеров. Здесь другое дело. Если дизайнеры же тоже... Давайте мы все это пройдем, я сейчас кратко обозначу вещи. Дизайнеры в целом делятся на несколько категорий, как вы понимаете. Есть дизайнеры, у которых у самих клиентов нет, и они еле сводят концы с концами. У них там проекты по 30 долларов, например, студенты, либо начинающие, либо просто демпингующие. Понятно, что ни о какой визуализации у них речи не идет. Есть дизайнеры, которые работают с нормальным сегментом, с бизнес-классом, например. У них проекты от 60 долларов за метр. 50-60 долларов нормально. И из них отдать 20%, ну, например, это будет 10 долларов за метр, 10-15, но не возникает проблемы, если вы снимете с них часть их работы. Я говорю о концепции, я говорю о визуализации, я говорю о сложностях делегирования. Ведь дизайнеры сталкиваются с такими же проблемами, как и все остальные люди. Они хотят сделать работу быстро, качественно и по нормальной цене, получить хорошее качество, но они не могут это сделать, потому что исполнителей нет хороших. Ну, проведите интервью, если мне не верите. Сами спросите у дизайнеров, которые, ну, более-менее работают. Может быть, здесь есть такие, они вам подтвердят, что, ну, попробуй найди. Либо дорого, либо занят, либо неадекват. Вот три проблемы. Поэтому, понимая эту логику, мы о ней тоже поговорим, вы сможете под них подстроиться. И здесь, уверяю вас, нету никаких вот проблем отдать деньги. Нет, во-первых, нет проблем в том, чтобы заказать визуализацию. Тем более, визуализацию заказывает заказчик. Вы можете научить дизайнера продавать визуализацию. Еще одна интересная тема, интересный тренд. Мы делали тренинг с Алексом Скидлом. Называется Светодизайн. Если кто-то был, либо если читал. Светодизайн, вообще штука классная. Вы, по сути, делаете то же самое и продаете его дополнительно. Мы, я вот рассказывал недавно ребятам на одном из наших тренингов, я реально продал клиенту Светодизайн за 20% еще стоимости дополнительного проекта. Не визуализация. Мы просто добавили. Мы показали, как это можно, как мы делали. И сказали, давайте мы проработаем вам еще и освещение. Внутреннее и наружное. И чек был поднят на пятую часть. Поэтому тут не вопрос, что нет денег. Вы можете всегда научить вашего дизайнера. И он вам скажет большое спасибо. И будет заказывать у вас. Если он будет с вашей помощью получать больше денег. Поэтому здесь стоит просто подумать и понять, как это работает. Так, дальше. Многие довольствуются низкокачественными изображениями. Сделать дизайнер. Ну, про это я рассказал. Подумайте вот про эту тему. Ну, было ли если полезно, то очень хорошо. Дальше. Павел Иванов. Дизайнер. Долгое время пытался найти толковых визуализаторов. Видимо, не хватает каких... Вот. Но, ребят, только то же самое, что я сейчас прямо рассказывал. Вот Павел Иванов, дизайнер, пытается найти толковых визуализаторов. А вы говорите, не востребовано. Именно это и идет. В итоге, потравившись в полгода на поиск решений чужими руками, пришел к выводу, что делать хорошо сам. Тоже выбор. Тоже все правильно. Да и чувствую, что много надо навестывать, изучать заново. Ага. Могу здесь прокомментировать такой момент. Смотрите. Когда вы дизайнер, для чего вам изучать визуализацию? В общем-то, по-хорошему, если вы работаете по модульной системе, визуализацию вам изучать не обязательно. Желательно прокачать в себе навык. Ну, вам нужно знать, как она делается, нужно уметь. Но делать не обязательно. Тоже у нас где-то было видео по этой теме. Покопайтесь, если кому интересно, на нашем сайте. Там я подробно это объяснял. Суть вот в чем. Если вы делаете хорошо именно дизайн, то ваша работа заключается в общении с клиентом и в составлении дизайна. А визуализацию, если у вас слабо развит навык делегирования, и вот вам пока в этом очень тяжело, то вы можете его заменить на визуализацию. У меня так было. И чем это хорошо? Тем, что вам не нужно составлять задания на визуализацию, и не нужно общаться. Все это время вы посвящаете, по сути, простройке. У вас время тратится одно и то же. Что на составление задания, что на визуализацию. Да? Понимаете? Если вы можете нормально, сев, быстро сделать комнату, вы можете ее за день сделать. Вместо того, чтобы целый день составлять или два дня составлять задания, вы сами садитесь и ее делаете в прямом эфире, можно так сказать. Я так делал. Один из наших таких знаковых ключевых проектов. Красивый классический дом. Я его сделал центральную комнату дня за два, и весь проект полностью готовый под ключ за неделю. И он был сразу же согласован дизайнером, вернее, клиентом. Почему? Потому что мне не пришлось перекладывать это ни на кого. Я просто сам сел все и быстренько замоделил. Я не делал люстры, я не делал диваны. Я все это импортировал. Это была концепция. Но концепцию решили достаточно правдоподобно. У нас есть даже вот фотки, фотографии. И сделана она была вот именно тому, что я как дизайнер умел делать визуализацию. Это очень сильно мне помогло. У меня бы не хватило ни времени, ни каких-то ресурсов для того, чтобы... Потому что уже сроки поджимали, я бы не успел просто, не имея навыка, поработать с визуализаторами. Вот эта квартира. Могу сразу показать, чтобы не быть голословным. Вот. Пожалуйста. Это та квартира, та визуализация, которая была принята без единого изменения. И дальше вторая картинка – это то, как получилось. Это к вопросу, нужно ли что-то моделить. Вот я вообще ни одной вещи не замоделил. Все прошло как по маслу. Вполне. Посмотрите картинку, там будет понятно, о чем я говорю. Это действительно сделанная квартира. Так, дальше. Конечно же, мудрец дизайн стоит почти так же. Вот-вот-вот, Павел. Именно благодаря этому я и, собственно, выучил визуализацию и стал так делать. И выучил дизайн, и несколько проектов сделал вот именно на такой основе. Причем никто не запрещает вам модели заказывать у моделера, а саму делать визуализацию, подкручивая какие-то вещи. Так, самая главная проблема визуализации для меня – структурного плана. Уже несколько лет мечтаю провести в порядок. Вот терабайты моделей. Я вот вас приводил в пример сегодня на вебинаре. Это как раз вот вам не нужно все. Вам нужны какие-то абсолютно понятные вещи, которые вы используете. По вашему стилю, если вы дизайнер. Вам даже вот чужие стили не нужны. Зачем? Есть и другие разогвоздки. Грамотная и быстрая настройка света. В том числе вариант день, вечер, ночь, материалов и так далее. Все это предоставляется в плане режимов. Да, это все действительно очень просто делается. Это технические вещи. Как раз то, что происходит на курсе визуализации. Павел, а вы разве не проходили? Вы же у нас уже участвовали где-то. По-моему, по дизайну вы участвовали у нас. И визуализацию. Вы не проходили разве? И не только. А, ну что, не завершили или что? Иди за виз. В чем проблема-то у вас? Я просто помню, что у вас вроде все нормально было. Но действительно вы не завершили ни один тренинг. Что-то обрывалось. У вас, наверное, проблема именно с... Надо взять себя в руки и сказать, я хочу, я сделаю и действительно сделать. Пообещать энную сумму денег кому-нибудь отдать, если вы не завершите. Пообещать что-нибудь, что вам... Ну, то есть тут, короче, сама мотивация нужна вам. Я думаю, с остальным проблем не будет. Просто завершить это все. Дальше. Роман. Хочу создать студию дизайна. Интересно, как работать, удержать коллектив, оставаясь в рамках конкретных... Да, по студии это в конце, наверное. И вот часть я сейчас рассказал. Основные проблемы с визуализацией маленьких помещений. Установка правильного ракурса, настройка V-Ray для быстрого и красивого рендера реалистичных картинки. Да маленькая-то помещение... Разницы особо никакой, маленькая или большого помещения. Быстрые настройки рендера отлаженно даются. Вы, кстати, можете быстрые настройки рендера, если вам вот прям сейчас именно это интересно, посмотреть в базовом курсе визуализации. Там в седьмом дне все рассказано. Прям берите эти настройки, они у вас уже будут работать. Я вот прям без обмана. Что лучше, набрать учеников или обучить и набрать профессионалов? Тоже сложный вопрос, не в двух словах. Это большая тема. Вот давайте я ее включу в финальный наш блок вот этого бонуса. Два есть варианта и... Нет, лучше или хуже. Здесь есть подводные камни и там, и там, и плюсы, и минусы, и там, и там. Сейчас кратко не отвечу. Иначе просто, ну, непонимание будет. Здесь надо вдумчиво. Ермакова и Ирина у нас следующая. Пытаюсь освоить визуализацию... О, кстати, с фотографию. Очень приятно видеть с фотографиями. Посты. Спасибо. Пытаюсь освоить визуализацию около двух месяцев с помощью бесплатных уроков и на сайте книг. Видео урок скачал в сети. 80 часов коммерческого курса, который, слышала, прошла в Саратове. Не получается работать в 3D Max, но не только надежду научиться. Мои заказчики приносят визуализацию, но не хотят, чтобы она была дешевой. Но вот смотрите. По визуализации я рассказывал, как с заказчиками работать. Проработаем это более детально. Конкретно вот как можно сделать, чтобы ваше... То есть здесь стратегия какая? Либо сменить заказчиков по дизайну, перестроиться на другую нишу. Потому что есть очень много дизайнеров, которые не бедные. То есть бедных больше, естественно, у которых нет денег, и они жмутся. Есть нормальные. Вот уверяю вас, есть спокойные люди, у которых есть деньги на это. Вы можете либо им помогать лучше, здесь нужно вам меняться, по каким-то параметрам выделяться. Либо второй вариант. Это помочь слабым дизайнерам подтащиться на следующий уровень и продать вашу визуализацию как дополнительную услугу. И тот и тот вариант нормальный. Дальше. Стасон. Строитель-дизайнер. Тяжело отдается тема света и визуализации. Хочу подчеркнуть много информации. Ну, пожалуйста, для вас вот этот блок, наверное, разработан. Как трех клиентов нет, еще на стадии обучения по 3D Max. Отлично. Ну, нет вопроса, нет ответа. Все хорошо. Антон. Моделлер-визуализатор. Управление проектами, привлечение клиентов для открытия собственной студии. Отвечу кратко. Управление проектами это по менеджеру нужно? Ну, то есть, поконкретнее, если бы вы задали, я бы, наверное, ответил. Если сейчас слушаете, то задайте, я прокомментирую. Привлечение клиентов. Базовые вещи, посмотрите, в курсе, базовом нашем, по привлечению клиентов в тест-драйве есть, чтобы не повторяться. Если очень кратко, то это сегментация вашего понимания вашего клиента, понимание потребностей его основных, создание материалов ваших маркетингов, как в самопрезентации, направленных на то, на демонстрацию вашего этого исключительного умения. И четвертое, это действие, которое нужно совершить, то есть, это ряд действий по совершению этих вещей, чтобы у вас были клиенты. То есть, с клиентов вы начинаете свою собственную студию и развиваетесь дальше. Самая большая проблема, привлечения клиентов, кроме того, интересный общий вопрос по открытию функциональной дизайна студии. Ну, понятно. Я думаю, открывать студию не надо, пока у вас проблема с клиентами. В первую очередь, мы решаем проблему с клиентами. А еще перед этим мы решаем проблему с качеством. Поэтому, если у вас с качеством все в порядке, если вы сами делаете отличный продукт, вы начинаете привлекать клиентов, для этого нужно описать, как вы его делаете и создать презентационные материалы. И действовать по тому алгоритму, как я сказал. Как только у вас будут клиенты, а они появятся, уверяю вас, сразу же, у вас просядет исполнение. Вы будете пасовать, вам придет сразу несколько проектов, вы их возьмете и парочку завалите. Скорее всего, часто так бывает именно из-за того, что не успеете. Из-за того, что будете посвящать время делегированию, у вас не будет получаться, потому что моделеры будут не те, визуализаторы не те. То есть, надо прокачивать навык организации студии тоже, параллельно. Вот, в общем, заваритесь в такую кашу, но из нее можно выйти и выйти непобежденным, скажем так, если будете следовать правильному алгоритму, о котором я как раз и расскажу в теоретической части информации. Дальше. Максим. Пока не понимаю полной логики, как начать от начала до результата делать, думаю, каждый день на грабли, с этим снижается скорость. Правда, хотелось бы с экстерьерами, как быстро, экстерьер это не здесь, а скорость, ну, я ответил по скорости уже. Настя. По ссылке базовый курс привлечения клиентов ошибка 404. Нет, это не очень нормально, что-то нужно с этим делать. Пришлите мне ссылочку, мы сейчас поправим. У нас огромный сайт и где-то, возможно, конечно же, косяки. Находите, присылайте нам, мы будем с вашей помощью делать его лучше. Спасибо. Открыл. Учтем. А вы можете попасть через тест-драйв, например. Ну, давайте, если не попадете, пришлите нам на почту, мы вам все починим. Ссылочку сейчас я себе запишу и отправлю в наш суппорт. Поправили. Спасибо за ссылочку. Так, дальше, 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 дальше. Давайте с вами пройдем. Хочу научиться делать красивый интерьер, пишет Анастасия. Не знаю, как делать, хочу научиться. Ну, отлично. Ну, как бы, вопроса нет. Хочу повысить скорость работы, перейти на новый уровень визуализации, узнать тонкости дистанционной работы с клиентами организации студии. Ну, хотите, узнаете. Давайте сразу, если вы будете еще участвовать у нас в каких-то вопросах, чтобы получить развернутый ответ, то лучше прям задать вопрос, тогда я смогу на него ответить. А, ну, то есть на просто желание я могу сказать, что вы сможете узнать это вот на этом обучении. Либо слушайте вот эти части, либо я уже рассказал какие-то вещи. Поэтому я сейчас давайте буду отвечать на вопросы, которые как-то сформулированы. Ну, либо вы успеете доформулировать их сейчас. Дальше. Нехватка времени на качественную визуализацию. Вот вопрос и проблема, что не хватает времени на качественную визуализацию. Открою вам одну вещь. На качественную визуализацию тратится ровно столько же времени, как и на некачественную. Вот поверьте мне. Просто если... Ну, действительно так. Какая разница, как вы выставляете? Вам же нужно просто знать, как выставлять свет, как настраивать материал. Даже на некачественную может быть больше времени истратиться. Потому что вы делаете тесты. Если вы уже знаете, как надо делать, если вы уже знаете, как делать практически идеально, чтобы уже опробовали какие-то вещи, вы как раз тратите меньше времени, зная вот эту технологию, а больше временно некачественную. Дальше. Проблема в работе со сценой – это алгоритмы действий. Другая проблема – незнание, как провести обучение, общаться с клиентами, как заинтересовать его в своих услугах, сделать, плать за эту достойную оплату. Так, ну, про это я рассказывал. Привлечение клиентов. У нас два тренинга целых, больших системы. И либо базово, посмотрите, там все рассказывал. И самая презентация. Дешевая, а также она же идет бонусом нам сейчас здесь. Она 6 тысяч рублей всего стоит. Но она у вас окупится с первого проекта, чтобы вот быть сразу же честным. Сразу же прямо она и отобьется. То есть, поэтому, ну, здесь очень странно. Посмотрите обязательно эту тему, чтобы убить эту проблему, если у вас нет проблемы с качеством. Не получается вылезать картинку, как в жизни. Думаю, потому что просто не знаю, как настроить сцену правильно. А, вот вижу, есть проблемы с качеством. Ну, тогда слушайте информацию. Приходите к нам на обучение, визуализацию. Будем работать с вами. Будет все у вас работать. Так, дальше. Кристина. Самым большим проблемом для меня является неграмотная подача в визуализации. Поэтому нужны дополнительные знания по 3D. Картинка получается нереалистичная. Я вам расскажу именно, почему она не получается. То засветы какие-то, то еще какие-то непонятные картинки вылезают. Хочу разобраться, как их нужно делать. Правильно, минимальные сроки. Ну, этому и посвящен курс в визуализации. Тоже какого-то конкретного вопроса нет. Поэтому ответ все есть внутри информации, которую я вам буду давать. Которую вы будете прорабатывать вместе с нами. Еще один момент. Вот если вы хотите послушать, посмотреть, понять. Вот реально на работе, как показывает практика, это никакого отражения не получится. То есть ничего не изменится. Самое важное будет сделать, совершить ошибку, прислать работу на обратную связь, послушать рекомендации, посмотреть, что делают другие, ошибки какие, какие проблемы. И изменять, и опять присылать. Вот это идеальный алгоритм. И если вы делаете это вместе с нами, вместе с вашими коллегами, то оттуда такая скорость. И оттуда скорость внедрения. То есть просто информация здесь, наверное, ничего не даст. Нужно пробовать. Либо если вы слушаете просто записи, то все равно пробуйте применять хотя бы то, что мы говорим. Хотя мы не говорим здесь конкретные вещи, но и не можем. Потому что конкретные вещи, это конкретно надо разбираться в каждом конкретном случае. Что именно у вас не получается. Что в вашей сцене вы сделали, может быть, не так. Это процесс, который происходит. Дальше. С чего начать? Нет опыта, потому как не практикую. Я не практикую, мало опыта. Начать с того, чтобы у вас было желание, что вы хотите это. И дальше начать можно с базового 3D Max. Попробовать его выучить. Либо принять для себя решение, что вам это нужно. И сразу вписаться на все. И пройти этот путь вместе с нами также. Хотелось бы совершенствовать качество реализации. Не совсем получается правильно выставить свет и настраивать сцену. В общем, я в начале пути. Мне еще интересно, как любая информация, мне цена. Ну, хорошо. Так, дальше. Юлия интересует работу в команде. Большим вопросом. Ну, просто работа в команде – это не вопрос. Если бы поконкретнее, я бы ответил. Так, ну, обозначили. Отлично. Открыл свою фирму по обеспечению проектов отделочным материалом. Хочу развивать бизнес в нескольких направлениях. И в том числе по созданию команды дизайнеров, визуализаторов. Для этого самой нужно понимать, как и зачем, и почему. Абсолютно точно. Очень правильно вы говорите. Действительно это нужно. Хочу сама делать то, что я придумываю, и понимать, сколько за это люди могут дать. То есть, да, вот, абсолютно так. Самой научиться, но делать потом не обязательно. Но потом делегировать все это, да. Работа с проектировщиками дизайнера. Проектировщиками дизайнера около двух лет. Дилиан пишет свой лархикат быстро с 3дмаксом не очень получается. В моем городе нет вообще курсов. Достойно были бы, достойно дали бы материал. Бесплатно, как накопила куча, на результаты ноль. Здесь проблема в переизбытке информации. И, ну, естественно, нужно систематизировать. Вы сами понимаете это все. Решение тоже за вами, естественно. Дальше, Егор. Не понимаю. Нет понимания, с чего начать. Вроде знания Макса есть, где брать клиентов, и для портфолио нет. Из головы не получается. Из головы не должно быть. Вам надо определиться, что, какие клиенты. То есть, какие будут. Рассказывали об этом. Перегруженность теоретическими знаниями. Абсолютно точно, да. Тоже про это рассказывали сегодня. В том числе, больше времени уделяем моделям. Только сейчас понял, что лучше брать модели из уже готовых баз. Да, и их адаптировать, да. Сложно организовать свое время после 8-часового рабочего дня. Но вот в этом тоже есть проблема. Если вы уже заняты где-то, понятно, что у вас будет не 100% вашего времени уходить на эту тему. Ну, на новую тему. Но здесь и не нужно. Вам скорее актуальна тема плавного перехода уже с работы на другую составляющую. Хорошая тема. Хорошо, что вы подняли. Я этот вопрос запишу к нам в свою базу. Я буду его освещать конкретно. Вот как, если вы уже что-то делаете, что вы работаете. Если у вас уже нет времени, если вы заняты, если вам нужны деньги, и вы работаете на работе, как вот потихонечку, это не будет так быстро, но это будет мягко. Вы сможете перейти и переквалифицироваться. У нас были такие случаи. По-моему, даже здесь в чате сейчас у нас есть такие люди. Если кто-то есть, отзовитесь, которые перешли из другой профессии и сделали это достаточно плавно. То есть переквалифицировались. Что это требует, естественно, какого-то времени, но это того стоит. Так. Дальше. Руслан. Наибольшая проблема понять. Типа заказчика по визуализации больше всего не получается составить предложение по визуализации из-за того, что нет понимания, с кем общаться, готовить адекватный прайс. Какие бывают клиенты? Ну, сегодня я перечислил. Кратко. Так можно вообще подумать просто. Ну, проанализировать рынок. Как составить прайс и как составить предложение? Смотрите тренинг. Самопрезентация. Смотрите бесплатный курс привлечения клиентов. И смотрите те результаты, которые сделали. Маркетинг-кит у нас называется. Его можно скачать и посмотреть бесплатно. Маркетинг-кит ребят, которые участвовали в самопрезентации. Я думаю, многое оттуда подчеркнете и по прайсу, и по тому, как составить. У нас на сайте все это есть. Нет никакого работы на фрилансе.